Я еще раз всех приветствую, но не в бане, потому что неудобно было бы мне оттуда, если честно, вещать и рассказать вам про такое замечательное событие. Здесь впервые, на мире Сибири мы, да, мы все еще здесь, дождь уже закончился, поэтому я совершенно спокойно вам об этом рассказываю. Здесь впервые приехала такая вот необычная баня, и каждому желающему рассказывают о том, как же правильно попариться в этой бане. И мне сейчас об этом. Женам расскажет Евгений. Скажите, пожалуйста, эту баню вы сделали сами? Эту баню мы сделали сами, да. Это переносная мобильная баня. Сделана она специально для вот таких мероприятий. Как вы видите, баня прозрачная для того, чтобы люди, стоящие вокруг, видели, что же мастер там с человеком делает такого интересного. По времени видели, сколько они там находятся, что это действительно они парятся в этой бане. Очень хорошая баня, пропариваются в ней люди так же, как и в настоящей, в обычной деревенской или своей дачной бане. Ну скажите, вот кроме бани здесь у вас еще есть несколько штук, скажем так, как назовем. Какой, в каком процесс после бани что нужно сделать? Есть такой метод, что после бани нужно прыгнуть в холодную воду. Я не скажу, что это правильно или неправильно. Метод такой есть. И каждый желающий у нас может пройти и прыгнуть в бассейн. После бассейна человек подмерзает. И обратно, чтобы сосудики у него плавненько расширились, он заходит в чан банника. Вот, пожалуйста, человек в нем сидит. Там водичка с различными травами, различными веточками. Снизу подогревается костром, ноги ему не жгут, потому что там сделан пол, лавочки. Очень удобно и очень красиво. Аналог японской бани Афурова, адаптированный под нашу Сибирь. На самом деле, я вот так смотрю, мне кажется, это самое комфортное место для просмотра всех мероприятий, которые проходят на сцене. Потому что здесь и обзор хороший, и ты такой подогреваешься. Это сказка «Конек-горбунок». Вот они оттуда выныривают, и вот он, славный молодец, появляется. Слушайте, это очень здорово. А много ли уже, вот сколько вы здесь уже стоите, много ли уже людей попарили? И какие вообще отзывы? Что люди говорят? Нравится? Мы стоим со вчерашнего дня, отзывы, ну, слов мало у людей. И в основном одни эмоции. Вот сейчас выйдет человек из бани, и можно, в принципе, у него спросить. Можно вот спросить у человека, который уже только что попарился, как у него парение. Клёво, всем нравится. Слушайте, ну, а давайте действительно подойдём, собственно, чего мы ждём. Давайте спросим. Здравствуйте, мы прям вот к вам с налёту. Скажите, пожалуйста, как вам в этом чане, как вам, в принципе, пропарка в этой бане была? Замечательная пропарка. В чане тепло. Тут градусов, ну, 30, может, чуть вам повыше. И вот сразу после бани мы ныряем в бассейн, там немножко охлаждаемся. И здесь уже довариваемся, доходим до нужной температуры. Ну, и сегодня сейчас погода располагает, я так понимаю. Как раз попариться в чане банника. А как вам вообще на Мире Сибири, как вам вот обзор здесь? Ну, вот если в ту сторону повернуться, то можно прямо на сцену смотреть. Поэтому вот как только вы закончите интервью, я развернусь спиной к вам и буду смотреть на сцену. Это самое вип-место здесь. Ну, вот, да, действительно, как я и сказала, это самое вип-место. Друзья мои, я вам еще раз скажу, что находимся мы в Шушенском, на Мире Сибири. Еще сегодняшний день, завтрашний день. Поэтому вы обязательно приходите, попарьтесь в бане. Мы вам уже рассказали про город мастеров. Здесь, на самом деле, огромная-огромная гигантская площадка. Ее за раз так не обойдешь. Все вам подробно не расскажешь. Поэтому я просто действительно призываю вас приехать, если у вас есть возможность. Ну, или же смотреть трансляции на телеканале НИСЕ. И мы тоже все вам будем в течение дня рассказывать. И, в общем-то, радоваться сегодняшнему и завтрашнему дню.